Фастфуд уже давно исключение, а не правило. Такую роскошь Людмила Сверидова позволяет себе не больше двух раз в месяц, иначе рискует вновь заработать язву желудка. Я приходила с работы домой и наедалась на ночь. Я наедалась жирной пищей какой-нибудь обязательно, чтобы насыщение какое-то пришло мне. У меня была жуткая сжога. Проблемы с желудочно-кишечным трактом были ужасные. Когда я пришла, мне сделали ФГС и сказали, что у меня там все в язвах. Через язву к правильному питанию редко в качестве перекуса мучное. Но консультанты по питанию настаивают – все перекусы должны быть правильно и сбалансированы. Поправляемся мы исключительно от простых углеводов. Мука, к сожалению, этим углеводом является. Я использую протеин. Поэтому вместо муки я возьму такой протеин. У меня будет шоколадным вкусом протеин. И добавляю сюда. Яйца, протеин, клетчатка. 15 минут и полезный перекус готов. В этой вафле 30% белка. В обычной магазине, которой мы часто перекусываем, его практически нет. Екатерина придерживается сбалансированного питания и считает, протеиновые добавки должны присутствовать обязательно. Еды стало больше, но по факту она более пуста в плане питательной ценности. Поэтому у нас несоответствие в Сибири по многим макро-микронутриентам до 50-60%. Перекусы перекусами, но помимо них три обязательных приема пищи и завтрак в приоритете. Сахарный диабет, повышение давления, как и употребление соли. От сахара также повышается давление, ожирение, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. То есть это злоупотребление противопоказано. До 5 граммов соли в сутки, не меньше 2-3 литров воды и 2 ложки сахара. Если равновесие нарушается, сразу можно сказать привет патологиям. Питаться нужно по принципу светофора, говорят медики. Сахар мучной – это красный, употреблять это категорически нельзя. Молочные продукты, рыба, мясо – это желтый. Употреблять их можно, но всего лишь пару раз в неделю. Зеленый цвет – это еда без ограничений. Овощи, фрукты, хлеб грубого помола и крупы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.